здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банчиков и сегодня у нас в гостях режиссер белорусского национального академического театра имени янки купалы с недавнего прошлого режиссер государственного русского драматического театра имени николая александрович бестужева города улан-удэ даниил филиппович даниил добрый день добрый день вот вообще очень радостно да что наши народы братья причем я сейчас немножко о себе любимом расскажу да когда я был в минске правда это было давно и один раз всего это был 91 год еще существовал тогда советский союз я прям был восхищен и городом городом в меньшей конечно степени чем людьми это настолько открытые доброжелательные веселые люди вот прям вообще братья самые настоящие и спасибо вам за это и оставайтесь всегда такими же она и такая такое вступление как обстоят дела в белорусском театре и вообще что такое понятие белорусский театр есть какое-то отличие между белорусским театром и другими театрами но в данном случае у нас тоже есть современный театр это первое что надо ответить вопрос а второе если говорить про национальный театр то конечно национальность несет свой дух да мы певучие но это кто бы не знал мы с вами только извини перебью только грузины могут поспорить правда да но мы разные но мы и за современность то есть я не скажу что там какая-то другая сторона медали мы тянемся за россией мы смотрим мы видим мы наблюдаем и пытаемся тоже соответствовать то есть а свои какие-то вот пьесы я знаю что на мой взгляд не то что знаю да но слышал что есть хорошие очень белорусские авторы я имею ввиду драматурги да и я свою собственную пьесу поставил национальном театре даже так пишешь еще и драматург и поставил про двор своего детства про воспоминания по своим собственным дневникам которых я веду с шести лет и я этим горж что сейчас в репертуаре национального театра где в принципе должны скептически относиться к молодым драматургом тем более неизвестным но согласились и пошли на такой эксперимент и мы сейчас можем это наблюдать так подожди подожди двор твоего детства очень любопытно слова пацана смотрел да и ну как не давай двор с такими вещами но у меня был он с любовью потому что у каждого есть свои воспоминания про детство мы иногда в них впадаем и вообще считаешь детство это на что-то из них я тебе даже больше скажу вообще не упадает до сих пор живет никогда это хорошая приезжаешь вот и я решил что пьеса про каждого из нас каждый захочет вспомнить свое детство и каждый вспомнит то что хочет именно что что помнит и то что ценит это что дает силы ему вот поэтому я решил это что гамлет не про всех а двор моего детства про все угол ну да я согласен абсолютно с того что гамлет не для всех и не про всех вот так наверное лучше ответить скажи пожалуйста с чем ты приехал к нам в бурятию я приехал с огромным огромным литературным вообще наследием мне кажется это ипсом пергюнд но мы добавили туда такую приписку что пергюнд точка возвращение к себе это возвращение к себе самое важное что нас сейчас с артистами объединяет то есть вернуться к себе к самому себе к своим мыслям воспоминаниям прошлому это очень важно даниил ты знаком с нашим зрителям естественно не не воочию там не глядя со сцены в зал да или там откуда-то из-за кулис ты знаешь как какой у нас зритель здесь именно в улан-удэ в бурятии имеешь представление смелость не возьму что я их знаю но понаблюдал несколько спектаклей посмотрел понаблюдал за зрителем кто они что они и как они и как тебе давай только честно я думаю он не отличается ничем от белорусского зрителя у нас тоже есть зритель который как сказать хочет думать и не хочет думать но театр это вот я вот артистам говорю театр это не продумать вообще нас в школе учат думать там в институте учат думать а театр все-таки про чувства вот мы должны воспитывать чувства я кстати когда-то сказал что национальный театр да вот я упала это не музейная экспозиция которую повесили замок мы значит к современности никак никуда мы начнем не про чувствуем продумать и ничего влево не вправо да я считаю что театр вообще открытое место для того чтобы все фибры своей души и знаний и тела зритель испытал воочию вот мне кажется за этим идут театры поэтому я считаю что я не могу ответить на вопрос кто ваш зритель но я могу ответить что он ничем не отличается того с кем я работал и кого мы воспитывали на наших современных постановках хорошо почему и сын все-таки норвежец создатель творец норвежского театра это соответственно это нордический тип характера и вообще да ты понимаешь о чем я и ты приносишь привозишь его к нам сюда в сибири это вот должно как совпадать потому что мы отличаемся вот я честно скажу да от южан наших же южан да так краснодарцев кубанцев там мы отличаемся правда я ее покормсал пьесу я взял на себя смелость и сделал именно нашу постановку как же авторские права изобразие авторские кстати нет постановка уже мы сделали такую свою версию поэтому там есть такая приписка что сценическая редакция даниил филиппович бы есть что это немножко другой взгляд на эту пьесу да то есть с точки зрения опять возьму смелость на себя сказать с точки зрения бурятии с точки зрения артистов которых на которых я это делаю потому что я всегда иду от артиста я не могу придумать что-то там дом на кухне и прийти к значит и навязать им свою какую-то идею мы создаем в процессе то о чем мы хотим сказать зрителю вот самое важное я думаю что это соответствует вашей группе судя по твоему замечательному настроению артисты тебя понимает потому что артистическая труппа это ну это война это всегда сложно я забываю истерики и скандал но это все по творческим то есть мы не ссоримся из-за того кто там что-то не то сделали не выучил текст или что-то меня это не интересует мы ссоримся только по хорошую творческую ссору ступаем для того чтобы что-то понять куда-то двинуться и артисты надо соблазнить создать ему условия для того чтобы он чувствовал себя то есть извини опять-таки перебью да ты там чуть демократию разве то есть арти у артистов есть оказывается право голоса спорить с режиссером доказывать свою теорию так что ли по-другому как сделать что-то новое если я только в споре могу рождается что-то новое только в споре хорошо такой теперь вопрос как тебя заприметил наш министр культуры сама большая да как почему она именно тебя пригласил во первых я благодарен министру культуры что она вообще заметил очень так скажем не каждый день происходит я думаю тоже почувствовала какой-то дух я отправлял свою свои работы ей да может она посмотрела что-то что-то ее заинтересовало что-то зацепило и то что я сейчас в театре я очень горд что я во-первых от министерства культуры от самого министра и это дает тоже какие-то определенные силы на знаете какой карт-бланш для того чтобы сделать очень крутую достойную постановку в русском театре сколько у тебя за спиной или как сейчас модно выражаться да молодежь выражается бэкграунд твой сколько у тебя за спиной постановок я был готов и пересчитал вот-вот ничего себе к такому-то возрасту 46 постановок сколько в год выдаешь конвейер такой но я очень продуктивный однажды я ответил в интервью что я очень продуктивный молодой человек я занимаюсь только театром поэтому а что мне что мне еще делать да то есть я не занимаюсь какой-то другой деятельностью нет я больше ничего не умею делать да только театр а только мысли только философия туда и отправляю всего себя но 46 это все равно все-таки но вот 5-6 7 иногда бывает постановок в разных театрах это нормально в россии ты работаешь впервые или где-то у тебя уже а ты в россии вообще первый мой шаг в вашу сторону в российскую культуру многообразные об ее многообразие вообще в курсе они успел побывать в наших театрах у нас кстати по количеству театров да на душу населения мы по-моему впереди россии все это правда потому что у нас их достаточно много я ну наверное все таки больше хорошо чем плохо хотя вопрос достаточно спорный вот и успел побывать в наших театрах я еще раз говорю у вас я бы никогда не юлил и не привирал я считаю что у вас очень сильная культура и в ней хочу разобраться для меня это что-то новое да я не скажу что я сейчас разобрался все я понял вашу культуру и сейчас я значит здесь что-то наворочу свое ни в коем случае я очень аккуратен я не в первый раз ставлю в национальном театре поэтому знаю что такое национальность и знаю как к ней подступиться поэтому мы сейчас пытаемся разобраться в этом вашем духе для того чтобы разобраться тебе придется прожить тут как минимум лет ой даже не знаю сколько но долго короче говоря потому что я я живу тут 62 года да я не разобрался до конца их и слава богу это же хорошо потому что она же все равно развивается даже народная культура какая-то фольклорная она все равно развивается она постоянно со временем в ногу шагает ногу со временем поэтому вот так планы у тебя это понимаю что в дальнейшем наверное так или иначе связаны с нашей республикой с нашим театром я думаю что если министр культуры обратит внимание и все будет хорошо конечно я соглашусь и буду очень рад а у тебя есть такая вот задача до поставить именно свой спектакль до чисто свой спектакль а для вот нашей публики для нашей аудитории для нашего зрителя абсолютно так и такие условия оговаривались и я думаю что я тоже пытаюсь в этом разобраться и исследовать тому о чем договорились я всем приходящим к нам в студию людям связанным так или иначе с искусством да то есть не так или иначе связанным искусством задаю один и тот же вопрос ты тоже не будешь исключением это как нам привлечь детей подростков молодежь в театре вот просто привлечь это больная тема отлично для меня да как для человека старшего поколения потому что мы в театре ходили классами я не думал ты естественно это время не заставал нас никто не заставлял нас просто говорили вот сегодня мы идем в такой-то театр вот на такой-то спектакль все это было бесплатно естественно потому что это были благословенные советские времена ему наверное за учебный год мы посещали каждый театр в городе тогда их было не так много но не важно и мы по крайней мере знали что это такое что такое театр да что руку балет что такое опера что такое там причем это мы входили уже не только там в пионерском и октябрянском возрасте на детские какие-то представления а уже старших классах мы ходили на серьезный спектакль причем еще раз повторяю добровольно ну может я немножко приврал добровольно принудительно но тем не менее кто хотел тот шел на это нас было большинство тех кто шел в театр чтобы хотя бы узнать что это вообще в принципе такое сейчас с этим дело обстоит по-моему ну совсем не важно я бы так сказал это потому что мы отвернулись как повернуться повернуться постепенно и не примете чего бояться дети дети боятся что их заставят думать заставят думает подчеркиваю два раза до что их заставят еще и думать мы должны к нему повернуться друг другим боком они сейчас очень чувствительные и пойти через их чувства это ну я так хочу думать да то есть я так пытаюсь через своих племянников дату меня нет своих детей но я пытаюсь как-то через них понять что им нужно я вот сейчас в минске выпустил свою первую книгу как стать актером для юного возраста да то есть я там веду мысль не то что театр нас чему-то учит или чему-то воспитывает а иду через их чувства до через чувства что такое любовь да как как ее почувствовать как почувствовать то что говорит артист как понимать современный театр и так далее да то есть в этой книге все заложено я пытаюсь такими методами это сделать я думаю что привлечь внимание мы можем только через их чувства потому что они мы сейчас их потеряли очень большое значимое вообще звено театра это наше подрастающее поколение какой бы ты спектакль хотел бы поставить вот чтобы твои вот эти слова до превратились в реальное дело надо классику делать через понимание современности это не значит он допускать классику до этих джинс кроссовок да это и не в этом плане имею ввиду а в плане того что показать что ромео джульетта вот я ее поставил да что и сегодня она присутствует зрительном зале что джульетте был там чуть ли не 12 лет если в оригинале до самоина но все это думает что это какая-то героиня вот я своей племяннице прошу сколько лет джульетте на 25 откуда взялась эта информация а вот так вот школе а чтобы этого не было то мы должны через спектакль показать что это такая же девочка как и ты сидящая в зале и ей будет интересно и как какие взаимодействия капулетти и мантеки родители да то есть одни не замечают своих детей это как мантеки а другие слишком навязывают своего воспитания да это капулетти вот как это показать вот пытаемся мы этим показать думаю что если для молодежи возьму смело сказать что это было бра была бы ромео джульетта первая постановка для молодежи чуть-чуть отвлечемся от театра и кинематограф у своего позволения перейдем мастера маргарита смотрел да давай обсудим хочется мнение профессионал услышать мы ходили с моим хореографом который в моей команде давным-давно ему какие-то вещи стали понятны мне наоборот меня запутали то есть я я конечно после того сериала который был на борт бортко да бортко я не знаю как правильно удаление стоит вот но мне какие-то вещи стали непонятны наоборот меня они запутали вот хотя это современное видение взяли реального мастера взяли реальную маргариту через них повели этот рассказ вот единственное что мне стало там понятно да что открытие какое я сделал я все равно для себя в плохом пытаюсь все равно найти что-то хорошее поэтому что она не то что любила его как мастера да а что пошла через роман да то есть она говорит что если этот роман исчезнет да если ты не будешь писать то я умру да то есть я героиня этого романа и не романа смысле любви романа действительно какого-то факта а больше мне ничего так сказать ну хорошо я бы не хотел коллег обсуждать мы так нет нет тут коллеги тут совершенно но почему нет они переделали я имею ввиду режиссера там сценаристов кто работал да ну лакшин а лакшина я имею ввиду почему не обсудить они для этого фильмы выпускаются спектакли для этого и ставится как ты реагируешь на критику своих спектаклей и что ты воспринимаешь как критику именно не как там огульное хаивание да а именно как критику ну вот вы правильно сказали что критиканство ну да это одно и то же конечно критиканство да а критику очень хорошо особенно если это от профессиональных людей даже не из сферы искусства в своей профессиональной деятельности то я думаю что я прислушаюсь и как-то даже пересмотрю свои взгляды потому что критика она-то двигает двигатель процесса потому что если есть всегда похвала и тебя гладит по головке что двигаться то ну я крутой и классный и сижу на своем месте все мне хорошо в своем поэтому я не чураюсь критики и прислушиваюсь каким-то вещам пересматриваю я работаю над своими спектаклями то есть если у меня есть возможность в театр приехать я в гомеле ставил в беларуси да и в минске то я из минска еду в гомель пытаюсь как-то исправить спектакль что-то влезть в него что-то новое же время идет вперед спектакль не должен стоять на месте то есть те же самые спектакли развиваешь конечно абсолютно и меняю что-то потому что сегодня звучит по-другому сегодня эта тема по-другому выглядит поэтому давайте зайдем другого боку я обожаю это делать ну дурацкий вопрос но я вообще любители специалист по задаванию дурацких вопросов у тебя есть как какая-то любимая такая песок но который ты пока подойти боишься вот она вот хочется да я вот я боюсь а вдруг я не справлюсь а вдруг актеры не потянут там или еще кто-то костюмы не так будешь мимо и самая любимая если добрый человек из сезуана это бертольта проекта но она у вас уже шла это театр театр изнанка да был спектакль где были куски из доброго человека но сейчас по авторским правам просто не потому что я боюсь этой пьесы просто по авторским правам конечно там какие-то зашкаливает финансовые требования вот те кто совладельцы авторств авторских прав поэтому так а так не боюсь а зачем бояться это моя профессия у нее наоборот впадает вот артисты боятся когда я что-то так за бояться я бы нет давайте смело давайте давайте смело впадем давайте ну это же ошибка для ошибка это гениально давайте давайте гениальность то есть ошибка которую мы совершаем театр познается через ошибки мы ошибку совершили а дальше пошли пересмотрели что-то, пришли снова и так далее. В этом и есть репетиционный процесс. А я не боюсь, чего бояться. Вот ты говоришь, что ты, в общем-то, сторонник классического театра, но при этом не приемлишь там, ну, к примеру, Джульетту в джинсах и кроссовках. Ну, это авангард. Всякие пересмотрения, переиначивания, переписывания, в том числе и классики. То есть, ты вообще сторонник классического театра или тебе все равно авангард, классика или что-то там еще, модерн какой-нибудь, я не знаю, как это на театральном языке. Я себя не загоняю в рамки. Если мне понадобятся джинсы, я буду знать, что это оправдано. Как Станиславский говорил, стой на голове, главное, чтобы это было оправдано. Делай все, что хочешь, только чтобы это было оправдано. Чтобы всем было, ну, понятно, почему он так делает, почему есть такая истерика, почему есть срыв. Нет, я за все театры, за классические, за современные. Я люблю, когда это все в совокупности, когда мы не сильно отходим от автора. Мы как бы идем по его направлению, но мы так же, мы есть соавторы, мы артисты, режиссеры, мы есть соавторы, мы вместе работаем. Даже если уже автора нет. В земле мы все равно с ним разговариваем. Мы через пьесу, через его буквы понимаем какие-то смыслы, мы переводим их на сегодняшний язык. Это очень сложная, сложная такая сочиненная структура, которую нельзя загнать во что-то одно. Да, вот классика. Все правильно говорим, что есть классические театры, но я, например, не понимаю, что мы какие-то поставили на эти понятия странные клише, которые придерживаемся. Я считаю, что театр – это театр. Он должен как бы чувствовать, слышать время. То же самое. Опять возвращаемся к Станиславскому, что ты должен услышать во времени, увидеть в пространстве то, что происходит сейчас, и передать это на сценической площадке, чтобы всем было понятно. Даже непонятно в смысле тебе объяснили все, показали, рассказали, да? А именно, чтобы ты через чувства, что ты интуитивно, я понимаю, что это вот про это, да? Что ты пошел домой, перечитал это произведение и понял, а, вот здесь имелось вот это в виду, а, вот это хотел сказать автор, ну так далее. Вот я за этот театр. Хорошо. В таком случае пойдем еще дальше. Я знаю, что артисты, будущие артисты, студенты, факультетов, ну, актерских. Они изучают не только актерское мастерство, там, речь и так далее, но еще и поют. Поют, стараются играть на музыкальных инструментах. А никогда у тебя не было желания поставить, допустим, рок-оперу. Я бы пришел за... Прямо несколько раз на... Ну, к примеру, на Иисус Христос суперзвезда, ну, или на нашу, Арфею Ведико-Журбина. Есть такие... Не было никогда таких вот... Было, абсолютно. Были такие мысли. Вы попадаете прямо в точку. Были попробовать... Но, опять, я... Вот вы спрашивали, чего я боюсь, какой пьесы. Я не пьесы боюсь, а формы новые боюсь. Понимаете? Что я к ней тоже аккуратно присматриваюсь, потому что... А что значит новая форма, извините? Ну, новая форма... Например, я когда-то хотел снять клип, да? Это для меня новая форма. Я как бы режиссер, да? Я имею право на это, но я себе не даю на это право, потому что я что-то не могу. Я очень постепенно... Это год прошел, наверное, с этой мысли. Я постепенно изучал, что это такое, как это делается. Я снял три клипа потом, да? Потом на свои любимые песни исполнителям в Минске. Поэтому я очень аккуратно к новым формам, чтобы не было такого, что вот опять Филиппович что-то там натворил, начудил, и сейчас там... Ну, ты же к этому должен хорошо относиться, только что говорил. Ну, я себе не позволяю резких движений. Я себе... То есть ты все делаешь постепенно? Постепенно, да. Потом выстреливаю. И у тебя какой-то план уже есть на дальнейшем. Я всегда делаю вид, что я ничего не знаю, а потом... А потом все. А потом выстреливаю. А потом выстреливаешь. Вот в этом плане, в плане ты говорил, что привез с собой свою команду. Это несколько человек к вас приехало? Я так понимаю, что кроме тебя еще хореограф, да? А может быть... Ну, кто еще, в общем, оформитель? Нет, Вадим Дубович, хореограф, это хореограф, на мой взгляд, сегодня один из лучших современных хореографов, с которым мне не надо разговаривать. То есть он меня поднимает на уровне интуиции. Я ему А, он уже Б, он уже поставил это все. Это просто, ну, как сказать, комфортная работа, да, когда ты не вступаешь... В конфликт. Вот именно в конфликт. В творческий. Да, да. А именно в творческий, когда мы дебаты делаем, но не поступаешь в профессиональный. То есть никто из нас не выделяется, не хочет, знаете, там... Есть такое зависть иногда в команде, да? Ну, это присуще. В театре-то иногда, я тебя умоляю. Вот мне в команде нужны люди, именно в команде, да? Хореограф, постановщик, художник. Если есть композитор, в этот раз его нет, то и композитор. И все, кто окружает меня, не должно быть вот этого выделения. То есть я сейчас выделюсь, да? То есть я команду. Но есть режиссер, который дает да и нет, да? То есть это нам не подходит, это идем дальше. И это должны воспринимать... Команда должна воспринимать, как это сказать? Творческие это, а не потому, что его натуру или его какое-то эго задевают в этом отношении. Вот Вадим Дубовик – это хореограф. И Маша Шуплицова, она уже работала Метелью, она работала в театре. Питерский художник, молодая, тоже современная. Я решил попробовать. То есть раньше я работал со своим художником-постановщиком, теперь я решил попробовать что-то новое. Мне кажется, она соответствует. Мы готовимся к этому. Ну, то есть у вас... У вас такой запал внутренний, да? Ну, это видно по тебе. Вот ты свою вот эту энергетику и вот такое вот полувзрывное состояние передаешь всем окружающим. Костюмерам, работникам сцены, там, бутафорам, в конце концов, гардеробщикам. Вот сегодня их не пойду раздавать, а пока только на артистов распространяюсь. Ну, по-моему, я ему уже... Я знаю, когда я поднадоедаю уже артистам, надо запустить хореографа, чтобы он с ними порепетировал. И самому уйти. И вот это тоже грань, очень такая психология, да? Руководитель, как бы режиссер все равно руководитель. Конечно. И он должен чувствовать, что я поднадоедаю, мне надо уйти, чтобы они соскучились, и я вновь пришел. Вот сегодня я, например, пойду к костюмерам, бутафорам, рассказывать то, что нужно, и заряжать их тоже. Тема, идеи и самой реализации спектакля. К сожалению, время программы подошло к концу. Так быстро, когда разговариваешь с интересным человеком, я сейчас про тебя, естественно. Спасибо огромное за участие в программе, но прежде чем мы прощаемся с нашими уважаемыми телезрителями, хочу предоставить тебе слово, что ты пригласил нашего зрителя, вашего зрителя, твоего зрителя на ваш спектакль, на твой спектакль. Дорогие зрители, мы приглашаем вас на спектакль «Пергюнт. Возвращение к себе» в Русский драматический театр имени Бестужева. 14 марта и 23 марта пройдет премьера. Мы будем рады вас видеть. Захватите обязательно свои мысли, сердце, душу, чувства. А также напоминаю, что возрастной цен спектакля 16+. Еще раз огромное тебе спасибо за участие в программе. Я уверен, насчет аншлага у меня сомнения есть, но я хочу пожелать театру и твоему спектаклю не только «Пергюнту», но и всем будущим твоим спектаклем, которые ты поставишь в нашем театре, конечно же, аншлагов. А если не будет аншлагов, ну просто благодарных зрителей. И чтобы как можно больше, мы с тобой это обсуждали, молодежи, подростков и детей ходили в театры. Воспитывались, учились, ну и думали тоже. Спасибо, спасибо еще раз. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостем программы «Актуальная тема на ТВ» был режиссер и драматург Даниил Филиппович. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся в театре. Субтитры создавал DimaTorzok